Уважаемые коллеги, уважаемый оргкомитет конференции, позвольте мне выразить благодарность за возможность и честь представить свой доклад вашей аудитории. Начну свое выступление цитированием нетривиальных мыслей, высказанных неординарными людьми. Ричард Докинс. Книга «Река из рая». Если не считать терминологии, страницы молекулярно-биологического журнала можно принять за страницы журнала по компьютерной технике. Джеймс Шапира. Американский биохимик, профессор Чикагского университета. Многие биомеханические системы внутри клетки выглядят как электронная схема. Действительно, в живых клетках можно обнаружить те же принципы работы, что и в известных электронных устройствах. Импульсные генераторы, пороговые генераторы, передатчики и приемники электромагнитных фолн, кодирующие и декодирующие устройства и так далее. Сегодня я хотел бы привлечь ваше внимание к одному из этих устройств, а именно к компьютеру. Мы привыкли, что современные компьютеры способны производить мгновенные вычисления, хранить огромное количество информации, играть в шахматы лучших чемпионов мира и так далее. Но из чего состоят эти разумные машины? Если мы разберем их по кирпичику, то обнаружим, что все они построены на простейших бинарных ключах, на транзисторах. Каждый из них выполняет только одну операцию. Он либо включается, либо отключается. Но если мы возьмем 16 транзисторов и расположим их по определенной схеме, то мы обнаружим, что это множество транзисторов может играть в игру крестики-нолики и не проигрывать самому искушенному школьнику. Компьютер Deep Blue 2, содержащий 720 миллионов транзисторов, выиграл у чемпиона мира Гарри Каспарова со счетом 3,5 на 2,5. Для каждой умственной задачи существует некоторая критическая масса, которую мы определим как минимальное количество ячеек, способных эту задачу решить. В 2015 году учеными из Эдинбургского университета была предпринята попытка оценки интеллектуальных возможностей биосферы в целом. Сначала они определили память биосферы и только ту часть памяти, которая хранится в нуклеотидах ДНК. Они сравнили ее с памятью четырех самых мощных суперкомпьютеров на тот период, 2014 год. И оказалось, что память биосферы превосходит суммарную мощность этих компьютеров в 10 в 21 степени раз. Тогда они оценили вычислительную способность биосферы и оказалось, что она превосходит лучший китайский компьютер того времени, Тианхи-2, в 10 в 22 степени раз. Предполагаемая вычислительная мощность биосферы не только превосходит современное состояние техники, но и все, что мы можем предсказать в будущем. Рэй Курцвейл, один из авторитетнейших изобретателей и футурологов Америки, рисует нам вот такую картинку. На ней мы видим прогресс компьютерной техники за последние десятилетия и смелое предсказание его, чего мы достигнем в будущем, до 2060 года. Оказывается, что если мы увеличим мощность наших супер-пупер компьютеров и возьмем их не один и не четыре и не тысячу, а скажем миллион или даже миллиард этих машин, то все они будут оставать еще в триллион раз от того, чем сейчас обладает наша с вами биосфера. Живые организмы, как и компьютерные ячейки, построены на одинаковых элементах. Номенклатура компонентов и там, и там ограничена. Не раскроется ли перед нами загадка жизни, ее происхождение и эволюции, если мы взглянем на нее под этим инженерным углом зрения? Рутинное возражение на аналогию живого организма и компьютера заключается в том, что компьютер это просто кусок железа, и до того, как к нему подступит программист и нарисует ему программу, которая будет определять в какой степени и в какой последовательности эти бинарные ключи включаются и выключаются, до тех пор компьютер ничего собой не представляет. Но это возражение снимается с возникновением так называемых клеточных автоматов, предложенных Фойн Нейманом. А в 1970 году английский математик Джон Конвей предложил простую компьютерную игру, которую бесхитростно назвал «жизнь». Эта игра не нуждается в программисте и вообще во внешнем вмешательстве. Все, что нужно для ее функционирования, это несколько клеточек, расположенных на поле, и простейшие правила, по которым эти клеточки возникают или пропадают, умирают или рождаются. И оказалось, что в этой игре произвольная последовательность клеточек превращается иногда в удивительные, очень сложные формы, и часто эти формы знакомы инженерам. Сами по себе образуются и множатся логические функции и, или, не, ячейки памяти, запоминания и стирания, все то, что необходимо для построения цифрового компьютера. Английский же математик Алан Тюринг когда-то предложил критерии создания цифровых компьютеров, и по этим критериям, называемых полнотой Тюринга, встроятся до сих пор все большие компьютеры и суперкомпьютеры. Это свойство называется полнотой. И вот оказалось, что на игровом поле возникают не только логические операции, но могут возникнуть и полноценные компьютеры. Причем, заметьте, что этот компьютер возник ниоткуда. Размещая первоначальные несколько ячеек, никто не планировал его создания или функционирования. Игра в жизнь, в принципе, непредсказуема. Он просто образовался и начал свою бесконечную и, опять же, непредсказуемую работу. Но именно так, по нашим представлениям, должна действовать и действует природа. Только природа имеет в своем распоряжении непростейшие бинарные клеточки. Первые самореплицирующиеся молекулы обладали гораздо большей степенью свободы и были сложнее, чем простейшие клеточки, которые могут только возникать или пропадать. К тому же у природы не было шахматных часов, у нее были миллионы и миллионы лет. И, конечно же, при достижении определенного количества этих самореплицирующихся молекул, природа могла переходить, и, скорее всего, переходила в следующее качество. В ней появилась не только память, не только логические операции, но, как следствие, начатки разума и, что более важно, стимул развития, направления того, что мы называем эволюцией. Я начал свой доклад с того, что наша гипотеза является сугубо материалистической. Теперь я должен отречествовать своих слов, ибо живое отделяет от неживого четкая грань, и лежит она за пределами материального. Грань эта называется информация. Действительно, все живые организмы и только живые организмы обмениваются информацией. Это их неотъемлемое средство. Процессы коммуникации в биосфере между организмами и клетками могут быть разделены на внутриклеточные, межклеточные и межорганизмные. Первые две категории изучаются, изучены довольно подробно. Их наличие и материальная основа не вызывают сомнений. Горизонтальный перенос генов в биосфере является массовым, всеобщим и всеобъемлемым явлением. Это я цитирую украинского академика Виталия Кордюма. Он же оценивает общее количество горизонтально переносимой ДНК в 156 гигатонн в год. Другим важным средством передачи информации являются микробы и вирусы. Кроме транспортировочных функций, вирусы выполняют другую важную задачу. Они разрушают клетку и облегчают поступление генетического материала в ее общий информационный пул. Передача информации на расстояние, в том числе большие, между организмами, тоже не подлежит сомнению. Мы же с вами видим друг друга на большом расстоянии. А это не что иное, как передача электромагнитных колебаний. То же самое касается акустических и химических, например, феромоны сигналов. Что касается быстрой, практически мгновенной передачи информации на загоризонтные, глобальные расстояния, Тут тоже сомнений очень мало. Вот почему. Те из вас, кто захочет изучать проблему коммуникации в биосфере глубже, могут ознакомиться с одним из разделов моей книги «Рекурсивная эволюция». Она доступна в бумажном, электронном, аудио и аудио-видео форматах. Не вдобавясь в подробности, перечислю возможные средства передачи информации на большие расстояния практически мгновенно. В первую очередь это радиорелейные средства, то есть передача сигналов с использованием промежуточных инстанций, то есть живых существ. Назову также передачу кратковолновых сигналов, основанных на эффекте Кабанова с отражением от ионосферы. Принцип фазированной антенной решетки. Как ни фантастически это звучит, но в наших телах и в телах высших приматов эти фазированные антенной решетки есть. Я обнаружил несколько статей и даже американский патент, доказывающий, собственно, это явление. Известный многим резонанс Шумана, то есть образование стоячих электромагнитных волн, которые резонируют на частотах ниже 100 Гц. Эти частоты характерны для ритмов головного мозга. В последнее время очень активно развивается квантовая коммуникация. Она известна в технике. Квантовые сигналы передаются на сотни километров. И ряд исследователей полагает, что квантовые же явления существуют в наших клетках. И, наконец, перенос информации с помощью магнитных полей. Мы все знаем, что рыбы и птицы ориентируются именно по магнитным полям. Таким образом, биосфера оказывается в нашем представлении не совокупностью отдельных живых организмов, но единой неразрывной сущностью, обладающей интеллектом и креативностью. Начиная с зарождения первых способных к репликации химических соединений, их множество обменивалось в процессе размножения информации, образуя единую информационную сеть. Передача информации по этой сети была медленной и примитивной. Процессы обмена длились не мгновения, но тысячи и миллионы лет. Но накопленная информация сохранялась. Она использовала для создания более сложных, самореплицирующихся структур, таких как ДНК, РНК, но не методом проб и ошибок, а сразу и набило. Эволюционные скачки видообразования и цефализация становились возможными при переходе количества элементарных образований на новый качественный уровень, при достижении их действительно очень большого количества критической массы. Из вышеприведенных рассуждений логически вытекает простое и полное определение «Жизнь – это сосуществование большого количества материальных самореплицирующихся образований, связанных информационным полем». Под образованиями мы понимаем здесь все формы живого мира – растения и животные, одноклеточные и многоклеточные, сюда же включены вирусы и органеллы. Жизнь в свете этой концепции не может ни возникнуть, ни существовать в качестве одного, сколь угодно сложного и развитого организма. Жизнь – это сосуществование очень большого количества, сравнительно простых образований. Биосфера эволюционировала не спонтанно, но в результате креативного, направленного процесса, как плод взаимодействия ее элементов, представляющих единый глобальный организм, частью которого являемся и мы с вами. Что является ценного в таком подходе? Чем больше мы всматриваемся в живые организмы, тем сильнее проникаемся убеждением, что их строение слишком сложно и слишком продумано для того, чтобы возникнуть путем случайного сочетания факторов. Неудивительно, что многие выдающиеся умы приходили к единственной возможной, по их мнению, альтернативе к существованию изначальной высшей силы. Другие выдающиеся умы потратили свою жизнь, чтобы не допустить ее вторжения в царстве науки. Но если мы примем, что жизнь – это не сложный организм, но очень большое количество сравнительно простых, необходимость во сверхъестественном вмешательстве отпадет сама по себе. Окажется, что общепринятых законов и сведений, собранных поколениями ученых, вполне достаточно для того, чтобы жизнь могла зародиться сама по себе, эволюционировать именно так, как она это делает, то есть долго, скачкообразно, необратимо, направлено в сторону увеличения интеллекта биосферы и, наконец, ускоренно. Все перечисленное с трудом находит объяснение в рамках существующих теорий. При нашем подходе все становится ясным, логичным и понятно, что иначе и быть не может. Теория эволюции, естественно, укладывается в канву современных представлений о природе вещества. Замечу, что эта концепция не ставит под сомнение ни одного из научных фактов. Мы просто выстраиваем их в логическую цепочку и смотрим под углом признанных научных дисциплин. Основы науки не рушатся, они только подтверждаются. На этом я позволю себе закончить доклад и буду счастлив ответить на ваши вопросы.